Здравствуйте! О том, как живет Альметьевск сегодня, вам расскажут корреспонденты информационной службы телекомпании Альметьевск ТВ в студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня. Их на поле знают все. Девушки, которые наравне с мужчинами собирают урожай. Я уже привыкла работать. Я уже четвертый год работаю, а за рулем уже третий год. 40 лет за рулем троллейбуса. Зуфар Хадиюв рассказывает о секрете профессионального долголетия. Если человек желания нет, он не будет работать. В преддверии 70-й годовщины Победы ветеран Великой Отечественной Михаил Алладин поделился воспоминаниями с нашей съемочной группой. А там по одну-две бомбы бросить, все, там и не вышло чеша. Мы начинаем выпуск с печального известия. Ушел из жизни Анатолий Павлович Никифоркин. Это человек, который беззаветно был предан Альметьевской земле, который любил Нефтеград и долгие годы жизни посвятил труду на его благо. В одном из своих последних интервью он говорит, «Я родился в Альметьевском районе, вырос в Альметьевске, живу здесь, поэтому город мне очень дорог. Мне важно, чтобы он и дальше развивался. Был еще красивее, благоустроеннее, и люди были довольны тем, что живут в этом городе». В начале 90-х годов Анатолий Павлович являлся первым секретарем Альметьевского горкома КПСС. С 1994 по 1995 год был председателем Альметьевского городского совета народных депутатов. В последние годы работал заместителем председателя Альметьевского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Был активным пропагандистом здорового образа жизни, в том числе и среди ветеранов. Его сердце перестало биться на 67-м году жизни. К другим темам. Управлять комбайном – дело непростое. Это умение, требующее немало сил и выносливости. Вероятно, поэтому профессия комбайнера считается мужской. Но вопреки сложившемуся мнению, на полях Альметьевского района трудятся и представительницы прекрасной половины человечества. Сестры Мустафины свое дело любят. Старшая Миляуша – выпускница Лениногорского нефтяного техникума, а ныне студентка Казанского аграрного университета. Трудится комбайнером уже не первый год. Тяга к технике у нее появилась давно, а на заявление о том, что не женское – это дело комбайном управлять, лишь посмеивается. С одной стороны, это, наверное, тяжело, а с другой – я уже привыкла работать. Я уже четвертый год работаю, а за рулем уже третий год. Но мне интересно было. Сперва попросила меня стать помощником комбайнера. Потом хотелось сесть за руль, и я села за руль. Мне так было интересно. Это стало для меня как хобби. Последовала ее примеру и 17-летняя сестренка Залида. Пока она только помощник комбайнера, но очень хочется самой за штурвал, делится девушка. Так и трудится в паре, помогает друг другу. От работы по пустякам не отвлекаются, но сегодня повод прервать сбор урожая был значительным. К труженикам поля приехал глава Альмейского муниципального района, чтобы поощрить лучших работников сельского хозяйства. Мы сельские 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 бараны. У нас есть там рекламы. У нас есть, что я имею в виду, у нас препятствия. Молодец. Работа в поле нередко становится семейным делом. Вот у Геннадия Кондратьева в давние годы уборочная страда проходила под чутким контролем отца. Сегодня он и сам отменный специалист. Подтверждение этому также стала премия, врученная главой. Отец был механизатором, и сами по его стопам пошли. И сыновья тоже по моим стопам пошли. Трудовые будни комбайнера не предусматривают выходных. В поле команда агрария в трудится с утра до позднего вечера. Пять часов встаем по завтракам и пошли в комбайн. И в шесть, в седьмом часу в поле до девяти, до полдесятого. Когда полдесятого бывает. Нет, не встаем. Награждать работников сельского хозяйства в пору страды в Альметьевском районе стало доброй традицией. Чтобы поощрить четко отлаженную организацию труда, с которой альметьевские хлеборобы взяли старт на хлебной Неве в нынешнюю уборочную кампанию. И пожелать, чтобы с тем же успехом они и завершили жатву хлебов. Мы же тоже на селе родились. У нас, например, мы когда в школе учились, тоже такие добрые традиции были. Председатели тогда, директора совхоза приходили. Я же не с этого района, а с другого района. Вот они именные премии раздавали. Потом я главой стал, вот такой идеей вышел. И люди поддержали, и они ждут эту премию. Потому что вот мы сегодня, когда подъезжаем, они ждут уже нас. С одной стороны, это получается какой-то стимул, чтобы они получше работали. А труженики сельского хозяйства снова приступают к работе. Время такое, медлить нельзя. Страда, время горячее. Дорога каждая минута. Радик Рахимов, Елена Морданшина, Альметьевск ТВ. Трудовой день хлеборобов начинается на рассвете. И герой нашего следующего сюжета тоже пробуждается ранним утром. А домой возвращается за полночь. Потому что он водитель троллейбуса. Житель Альметьевска Зуфу Архадии в 40 лет провел за рулем этого транспортного средства. Его многолетний добросовестный труд получил достойную оценку. В числе других передовых работников различных отраслей он приглашен в аппарат президента Татарстана, где состоится церемония вручения государственных наград. В 9 утра у Зуфара Хадеева уже начинается обед. Такова работа водителя троллейбуса. Ведь рабочий день утренней смены начинается очень рано. Первый троллейбус выходит на маршрут в 4 часа 40 минут. Смена длится от 6 до 9 часов. К такому режиму Зуфар Хадеевич давно привык. Еще в 1974 году, вернувшись из армии, он прошел обучение на водителя троллейбуса в Казани. До отъезда каждодневная процедура. Проверить только приемник и общую готовность троллейбуса к работе. За долгие годы случалось всякое, вспоминает Зуфар Хадеевич. Пассажиры попадались разные, но со всеми нужно найти общий язык. На помощь приходит профессионализм и добрый характер. За все время работы Зуфар Хадеевич получал только самые лучшие отзывы. Как от коллег, так и от начальства. Дисциплинированность, вежливое и культурное обслуживание пассажиров – главное его качество. За время своей работы он подготовил 20 молодых водителей. Он не только уважаемый сотрудник МУП АТО, но и прекрасный отец, который воспитал двух дочерей. Да, выходит на утро, ходят деревни, в краю завод. Особенно нелегко приходится в час пик. Но все же Зуфар Хадеевич признается – работа приносит удовольствие. Ведь уже 40 лет он остается верен выбранной однажды профессии. Это и считает залогом своего успеха. Ну, желание, чтобы работать, чтобы желание было человека работать. Если человека желания нет, он не будет работать. Вот у нас приходит и уходит, приходит и уходит. Надо в одном месте работать. 28 августа на приеме в аппарате президента Татарстана Зуфар Хадеевич получит награду из рук президента Республики Рустама Миниханова. Ему будет присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан». Немалый вклад в развитие города внес и Альметьевец, о котором мы расскажем вам в следующем сюжете. В свои 88 лет ветеран Великой Отечественной войны Михаил Аладин готовит разные блюда, ухаживает за цветами. Малая оранжерея ветерана приносит радость его близким. На днях у Михаила Семеновича в гостях побывал глава района Мазиц Алихов. Добрая традиция поздравлять со знаменательными датами участников войны и тружеников тыла продолжается в Альметьевске. Приехал вас поздравлять. Всех благ вам, здоровья, счастья, успехов. С днем рождения. Пожалуйста, букет цветов. Вот мое поздравление и подарок. Поздравить ветерана приехали и бывшие коллеги, представители Татбурнефти. Многие годы ветеран трудился на этом предприятии бурильщиком и электросварщиком. Михаил Семенович был очень рад встрече. Значит, помнят его и уважают. От управляющей компании Татбурнефти разрешите поздравить вас с вашим 88-летием. Михаил Семенович рассказал, что родился в станице выселки Краснодарского края. В теплых краях, где изобилие фруктов прошло все его детство. Отсюда и навыки выращивания разных растений и любовь к винограду. До войны ветеран работал на кирпичном заводе, вручную изготавливал кирпич. В 1943 году ушел на фронт. Ему было всего 17 лет. Сначала забрали двоих старших братьев Михаила, а следом и его самого. Воевал он на Северном фронте, был пехотинцем. Был такой с ручей, дарил тревогу, самород идет, открываем огонь. Вдруг поймаешь, командир подметного расчета разворачивается в сторону батареи. И вот он по батарее перевернул. А там же у нас и роаторы, все, и дарномер, ну все благополучно поручилось. Его схватили, связали и в зимаранку. В утром проезжает Черный Ворон, два человека взяли и все, мы не... Я об его и ничего не слышал. Хороший был. А что получилось? Потому что у него пена сорта и шла. Михаил Семенович участвовал в Сталинградской битве. День Победы встретил в Архангельске. Демобилизовался в 1950 году и вернулся в свою родную станицу. В 1956 году познакомился со своей будущей супругой Верой. Вместе с женой они вырастили и воспитали двоих детей. До 1966 года мы жили в поселке Черноморском, Краснодарского края. А потом в 1966 году мама нас, активная такая женщина, она захотела именно в Альметьевск, хотя мы не знали, что это за город. Вообще для нас это далекий край, ни родственников, никого. Вот мы сюда приехали. Папа устроился сразу к буровикам, в организацию. Детей нас двое, две дочери. Старшая, она лет на 12, меня старше, живет сейчас под Киевом, город Обухов. Там 30 километров от Киева она живет. А я постоянно, так получилось, что с рождения и до настоящего времени я почему-то живу все время с родителями. После смерти Веры Петровны Михаил Семенович живет с младшей дочерью и внуком. Любимые занятия ветерана – готовить второе блюдо, ухаживать за цветами. Михаил Алладин является кавалером Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Также имеет юбилейные награды. Амина Яникеева, Марина Юрина, Альметьевск ТВ. И к другой теме. Сегодня в Казани состоялся торжественный прием от имени президента Татарстана и его супруги в честь лучших семей нашей республики. На встречу были приглашены 53 семьи из городов и районов Татарстана. В их числе семья Еремеевых из Альметьевска. С Гюзель и Владимиром Еремеевыми нашей съемочной группе удалось пообщаться накануне значимого события. История их любви начинается еще в студенческие годы. После окончания консерватории Гюзел Еремеева возвращается к супругу в Альметьевск. В 96-м Владимир и Гюзел Еремеевы организовали дуэт аккордеонистов, мелодии и ритмы. Так, союз двух любящих сердец становится еще и замечательным творческим союзом. Первая же попытка заявить о себе оказалась триумфальной. Подтверждением этому стали гран-при одного из крупнейших конкурсов во Франции. Позже победа в Италии, Чехии, Болгарии и Швейцарии. Обладателями главных призов международных конкурсов становились пять раз. А также достойно представляли Татарстан и Россию на музыкальных фестивалях, которые проходили в африканских странах. О своих достижениях музыканты рассказывают в канун значимой поездки. Торжественного приема от имени президента Татарстана и его супруги. И каждый раз наш президент показывает очень достойный выход из всех серьезных ситуаций. Очень здравую оценку происходящего. Я вижу, что планы на будущее нашей республики очень перспективные и многообещающие. И это не просто планы, а они поступенно притворяются в жизнь при поддержке правительства и государственного совета. Я думаю, всех жителей нашей республики, потому что наш президент достойен. В 2003 году Гюзял Еремеевой было призвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». Вот уже 11 лет она руководит Альметьевским музыкальным колледжем. За это время помещения, которые нуждались в капитальном ремонте, приведены в идеальный порядок, а здание приобрело современный и презентабельный вид. Гюзял Бельсуровна – депутат Госсовета Республики 4-го созыва. Владимир Александрович – талантливый музыкант и педагог, воспитавший не один десяток замечательных учеников. Отмечают супруги и то, что сегодня главная гордость Владимира и Гюзял Еремеевых – это сын Тимур и дочь Майя, которые пошли по стопам родителей музыкантов. А еще, оглядываясь на прошлое, они раскрывают секреты семейного счастья. Этот секрет знают все. Чтобы семья была счастливой, муж и жена должны любить друг друга. Это первое. Любовь эту нужно сохранять из года в год. Как она сохраняется? Только взаимными уступками, компромиссами, взаимным доверием, взаимной поддержкой, взаимной ответственностью. Здесь много можно перечислять качеств, но каждому нужно обязательно добавлять слово взаимности. Наш край богат творческими, талантливыми, трудолюбивыми людьми. Среди них заслуженный работник культуры Татарстана, член Союза журналистов Татарстана и России, общественный деятель, писатель и журналист Гульгина Каримова. На днях в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана состоялся творческий вечер автора популярных песен с участием звезд татарской эстрады. На нем побывала и наша съемочная группа. Творческий вечер талантливой поэтессы, писательниц и журналисты Гульгины Каримовой Альметьевса ждали давно. Зрители хотели услышать популярные песни на ее стихе в исполнении звезд татарской эстрады. Ведь в них отражается любовь к родному краю, своему народу, к близким. Плодотворная творческая работа ведется автором в течение 30 лет. Зрители порадовали яркие мелодичные песни, прозвучавшие в ходе концерта. Гульгина Каримова – автор слов около 50 песен и несколько пьес. Как отмечает она сама, в своих произведениях пытается передать чувство патриотизма, эмоции, которые испытывает влюбленный и любимый человек. Есть в песнях и философские мысли о жизни. Особенно дороги автору и близки ее сердцу песни «Балама» – «Детям». Улыма – посвященная сыну, Энкей – матери, Укатучима – учительница. В числе последних сочиненных песен Салкын-Алан «О родной деревне» – песня о народе, о родной земле, о Пальметьевском крае. Первые шаги в своем музыкальном творчестве Гульгина Ахатовна делала вместе с местными композиторами Робертом Андреевым, Зинуром Софиулиным, Владимиром Федоровым, Хамитом Аткаримовым. Во время написания последних песен большая работа проделана с композиторами Ланды Шарафиевой, Булатом Зиганшиным, Ревалем Хисматуллиным, Сафуаном Хабировым, Ильгизом Закировым. На песне автора сняты несколько популярных клипов. Новые песни Гульгины Каримовой прозвучали в исполнении звезд из Казани Булата Зиганшина, Язголь, певица Алсуголь и других гостей, которые приехали поздравить автора с ее творческим вечером. Новые песни Гульгины Каримовой прозвучали в исполнении звезды из Казани Булата Зиганшина, Язголь, Певица Алсуголь и других гостей. Творческий вечер автора популярных песен завершился бурей аплодисментов. Амина Яникиева, Радик Рахимов, Альметьевс ТВ. И к новостям спорта. Говорят, что лета в нынешнем году совсем не было. Но только не для этих ребят. Песок, басы, ноги, мяч и сетка. Все, что нужно для пляжного волейбола. В городском парке прошел восьмой всероссийский турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд на призы профсоюзного комитета компании «Татнефть». Соревновались 16 мужских и 14 женских команд. Волейболисты приехали из Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Казани, Набережных Челнов, Оренбурга, Ульяновска, Ознакаева и Джалиля. Альметьевск представил 7 мужских и 5 женских команд. Сначала разминка, а затем началось самое настоящее испытание. Для самих волейболистов это всегда что-то особенное, признаются игроки, как и для Антона Леушина, который занимается волейболом уже 16 лет. Как ощущения 16 лет волейбола? Ну, как бы, знаете, как первый год, ощущения все те же самые, эмоции зашкаливают, играть охота. В этом плане я очень молодой. Альметьевцы, хоть и проявили положенное гостеприимство, все же постарались не упустить пальму первенства. Золотые медали в упорной борьбе с казанской парой выиграли Кира Камзина и Виктория Демина. Да и бронзовая медаль тоже досталась альметьевским девушкам Наталье Марухиной и Анне Свистуновой. За третье место они боролись против чемпионок Татарстана 2014 года. Было нелегко. Что касается мужских команд, здесь оказалось все немного сложнее. Из семи заявленных только одной паре удалось прорваться в финал – Кириллу Фролову и Илье Капитонову. Но здесь они уступили прошлогодним победителям нашего турнира из Самары. Третье место завоевали гости из Перми. Диана Интимирова, Марина Юрина, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. В Альметьевске в эти дни проходит турнир на призы Альметьевского хоккейного клуба «Нефтяник» среди юношей 2004 года рождения. В нем принимают участие юные хоккеисты из Альметьевска, Нижнекамска, Тольятти, Уфы, Челябинска и Сургута. Эффектно начал турнир «Альметьевский нефтяник», проведя первую встречу с сургутскими лисами. Уже в первом периоде счет стал 4-1 в пользу хозяев. Во втором тайме нашим хоккеистам удалось забросить еще две безответные шайбы. Завершилась встреча со счетом 11-1 в пользу «Нефтяника». Во второй встрече «Нефтяник» обыграл «Толятинскую ладу» со счетом 5-4. Победитель турнира определится 29 августа. Это все новости на сегодня. Смотрите выпуски наших программ также и на официальном сайте телекомпании «Альметьевск ТВ». Узнавайте об интересных конкурсах в нашей группе ВКонтакте. Эфир канала продолжит прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин